Здравствуйте! Это программа событий. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дарники труда. История 20 века. Россия в редких кадрах. Первое заседание по громкому делу об убийстве полковника полиции Андрея Гошта и его семьи прошло сегодня в Самарском областном суде. Следственный комитет провел колоссальную работу по этому делу. 800 допросов, 120 обысков и 230 судебных экспертиз. Подробности на месте выяснил Андрей Горгуленко. Сегодня в Самарском областном суде в закрытом режиме прошло первое заседание коллегии присяжных по делу об убийстве полицейского Андрея Гошта и членов его семьи. По версии следствия, в ночь с 23 на 24 апреля четверо мужчин, выходцы из Средней Азии, проникли в частный дом в селе Ивашевка. Битыми черенками от лопат они нанесли смертельные ранения шести людям. Выжить удалось только племяннице полковника. Следствие пришло к выводу о том, что данные преступления были совершены из корыстных побуждений, а именно с целью совершения хищения имущества. Также установлено, что никто из обвиняемых в день преступления не знал и не доказывался о том, что они совершают преступления в отношении сотрудника полиции. Коллегия была сформирована только со второй попытки 30 ноября. В нее входят 12 основных и четверо запасных присяжных. По большей части именно от них и будет зависеть судьба подсудимых. Мы будем следить за развитием дела. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. И о приятном. До Нового года осталось 26 дней. Атмосфера праздника уже ощущается в Самаре. Главную городскую елку начали устанавливать. Преображается и вся Самара. Яркие огни гирлянд уже появились на многих улицах. Продолжается сборка девяти световых фонтанов. Украшать фасады домов будут и коммерческие предприятия. Марина Кравцова расскажет, как идет подготовка. На площади Куйбышева в разгаре монтаж главной новогодней ели. На каркасе закрепляют пушистые ветки. Осталось сделать несколько нижних рядов и самую верхушку. Ну и, конечно, самая приятная часть украшения ели – игрушками и праздничными гирляндами. Впрочем, к Новому году готовится весь город. Как идет эта работа, обсудили на совещании в городской администрации. Глава Самары Олег Фурсов поручил ускорить темпы, чтобы Самара преобразилась не за неделю до Нового года, а гораздо раньше. Елки уже установили в парках и скверах. В трех парках идет заливка катков. Один из главных источников праздничного настроения – иллюминация. В этом году ее будет гораздо больше. Уже смонтировано больше двух тысяч гирлянд, консолей, подвесов, светодинамических композиций. 23 километра светодиодных гирлянд. Впервые в Самаре яркими гирляндами украсит деревья, причем не только хвойные, но и лиственные. Всего таких деревьев будет около 600. Не только силами муниципальных предприятий преображается город. Поучаствовать в праздничном оформлении предложили коммерческим структурам и промышленным предприятиям, которые охотно откликнулись. Они будут украшать фасады, витрины, устанавливать подсветку и елки рядом с магазинами. Гирлянды, подсветка – это все создает определенный колорит города. Мы с вами в этом году реализовывали программу «Цветущий город». Я думаю, те, кто около входа в свое предприятие, в свой магазин высаживал цветы, обратили внимание, что поток клиентов увеличился. Потому что всегда приятно приходить туда, где опрятно, чисто, аккуратно, где красиво. И вот эту идеологию, я полагаю, нам нужно с вами распространять более активно. Яркие световые композиции будут радовать горожан ежедневно с 16.40 до 8.30 утра. Сезон новогодних чудес открыт. Сегодня в Самаре нарядили «Елку желаний». Это благотворительная акция, где любой горожанин может исполнить мечту ребенка, который оказался в трудной жизненной ситуации. Свои желания уже написали более 450 детей. Как стать персональным Дедом Морозом, узнала Валерия Макарова. Пусть все сбудется сегодня, окрыляет, пусть мечты. Дед Мороз пускай подарит все, что загадаешь ты. Восьмилетний Олег мечтает о конструкторе Лего. Из него он хочет собрать космический корабль. Но его самое сокровенное желание другое. Я бы хотел, чтобы у меня родители не болели. Здесь дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Елка желаний специально для них. Личным Дедом Морозом для Олега станет его тезка, глава Самары Олег Фурсов. Сегодня он дал старт акции «Елка желаний». Судьбы детей, они как бы продолжают складываться позитивно, когда принимают добро, внимание и, наверное, какое-то участие со стороны людей, даже в таких мероприятиях, как сегодня. Задача, чтобы каждый ребенок не потерял свою жизнь, чувствовал себя гражданином, чувствовал себя патриотом. Чтобы исполнить желание детей, к елке целыми группами переходят студенты, пенсионеры, представители разных фирм. Часто берут сразу по несколько открыток. От санок и коньков до скейтов и радиоуправляемых самолетов. И все это может исполнить любой самарец, если придет и возьмет одну карточку вот с такой елки желаний. Они есть в каждом районе Самары в центрах семья. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Прошли проверку непогоды. Выпавший выходные снег установил очередной рекорд. Но самарские коммунальные службы к этому оказались готовы. К началу новой рабочей недели основные магистрали города были полностью очищены. Выйдя на ночную прогулку, Андрей Горгуленко лично понаблюдал, как сугробы исчезают под снегоуборочными машинами. Рабочие эту снегоуборочную машину называют «золотые ручки». И действительно, без нее как без рук. Машина проста в управлении, но вместе с тем очень эффективна. За час она убирает более ста тонн снега. Такая снегоуборочная машина нагружает шеститонный самосвал за считанные минуты. Оставляет огромных сугробов, лишь небольшие полоски снега. За ними проходит, конечно, подметает лужно-щеточными машинами. Все вычищается до асфальта дорога. То, что остается где, в основном уже остальное все подбирается. Ручная работа идет уже. А снега в этом году не занимать. 3 декабря зафиксирован абсолютный максимум количества осадков – 15 мм. Побит рекорд 2012 года. Тогда снега выпало лишь 9 мм. В экстремальных условиях коммунальные службы «Самары» сработали оперативно. Основные улицы расчистили за 12 часов. Сейчас у нас в приоритете еще остается часть тротуара, посадочные площадки, чтобы у нас утром, в рабочий день, транспорт уже, как говорится, пошел без помех. Ну и, значит, основные работы проводим ночью, чтобы личный автотранспорт, соответственно, никаких помех для работы не создавал. Равняются на городских и частные коммунальщики. За неделю очищено около 70% дворов. Управляющим компаниям, которые не справляются с задачей, ГАТИ пока выписывает только предписание об устранении нарушений. Но в итоге за недоработки частные коммунальщики могут лишиться заработка. Надо повышать градус ответственности управляющих компаний. Здесь, надо сказать спасибо прокуратуре, что она тоже подключилась к этой работе. Поручаю очень внимательно отсмотреть за этот зимний сезон практику работы частных управляющих компаний и выводы подготовить к весне. Всего в эту ночь работали 162 единицы спецтехники, которые позволили вывести на спецполигоны более 1600 тонн снега. Андрей Горгуленко, Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Новое культурное пространство в Самаре сделали еще один шаг в создании мемориального комплекса, посвященного Ильдару Рязанову. Стало известно, что дизайн-проект Дома-музея поручен разработать архитектору Дмитрию Храмову. Каким он будет, из первых уст узнала Мариана Мирная. Мы находимся сейчас в доме Фронзу-120, где жил в детстве Ильдар Рязанов. Архитектор Дмитрий Храмов разрабатывает дизайн-проект Дома-музея Ильдара Рязанова. Говорит, в голове картинка, каким должно быть это пространство, уже сложилась, а осталось воплотить идеи на бумаге. Каждый этаж этого здания будет особенным, а начнется все здесь, на первом, где будет расположен мемориал. Сейчас мы находимся как раз на территории комнаты, где жил в детстве Ильдар Рязанов. В данном виде это, конечно, был тут офис в последнее время, но вот эта территория анализируется историками и будет воссоздана в прежнем виде. Последствия офисной жизни в 120-м доме на Фронзе сейчас разбираются. Снимаются подвесные потолки, позже уберут и межкомнатные перегородки. Приятно, что во время работы удается совершать интересные находки, признается архитектор. Сейчас реставраторами ведется достаточно скрупулезная работа по изучению этого здания. И здесь уже первые находки, которые важны для дальнейшего сохранения реставрации. Вот, например, в этой комнате найден вот такой замечательный плафон под подвесным потолком. И видно, что планировка была уже, видимо, в советское время нарушена, то есть это было некое единое пространство. И вот уже сейчас в планах музея приспособление вот этого пространства под некий вестибюль, входную зону перед мемориальной частью. В памяти легендарном режиссере, народном артисте Ильдаре Рязанове в Самаре хотят создать новое творческое пространство. Дмитрий Храмов предлагает разбить сквер-террасу с деревянным настилом и кинозалом под открытым небом. Проект одобрен вдовой Рязанова Эммой Абайдулиной и приглянулся городским властям. Но точного подтверждения, каким в итоге станет этот сквер, пока нет. Мемориальная доска Ильдара Рязанова расположена ровно между окон тех комнат, в которых жил Ильдар Саныч первый год своей жизни в Самаре. В скором времени здесь появится целый мемориальный комплекс, куда войдет сквер, уличный кинотеатр и выставочные залы. В ноябре 2017 года Ильдару Рязанову могло бы исполниться 90 лет, и, возможно, уже через год самарцы смогут присесть рядом с мастером и ощутить атмосферу его добрых и теплых фильмов. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других темах дня. Роскосмос намерен отказаться от использования ракет «Союз-У» производства Самарского РКЦ «Прогресс». По данным «Роскосмоса», в феврале 2017 года «Союз-У» в последний раз запустит грузовой корабль «Прогресс». Дальнейшие пуски в грузовых кораблей КМКС будут выполняться ракетой «Союз-2.1а». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ». В то же время специалисты, изучающие телеметрическую информацию, полученную перед аварией ракеты-носителя, пока не сделали выводов о ее причинах. Напомним, космический грузовой корабль «Прогресс» должен был доставить на МКС груз и оборудование. Однако после старта с Байконура на высоте 190 километров произошла авария, и обломки ракеты с кораблем упали в республике Тыва. В Тольятти спасателям пришлось извлекать мужчину из вентиляционной шахты многоэтажки. Вызов на пульт дежурного поступил в без 24 утра. Звонивший сообщил, что из вентиляционной шахты раздаются крики о помощи. Используя альпинистское снаряжение, спасатели вытащили из шахты 26-летнего мужчину, который рассказал, что скрывался от преследователя. Спасатели передали его сотрудникам скорой помощи. Под Самарой может появиться парк искусств. Разбить его хотят в поселке Стройкерамика. По задумке архитекторов, парк разместится в границах улиц Спортивной, Тополей и Солнечной. Там построят храм, детскую площадку с развивающими играми, цветники и выставочные стенды. А на газонах установят арт-объекты. Изюминкой парка может стать фонтан, а также расположенные вокруг него скамейки необычной формы. Оказаться в городе роботов, не покидая Самары, жители областной столицы смогут увидеть достижения инженеров всего мира. Из США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Франции, Австралии и, конечно, России. Вниманию зрителей будут представлены 52 робота. Среди них первый российский шагающий робот, знаменитая собачка-робот, гуманоид, обладающий интеллектом пятилетнего ребенка, роботы из «Звездных войн» и многие другие. С каждым роботом можно будет поболтать, поиграть и даже попробовать поуправлять. В воскресенье 18 декабря все желающие смогут принять участие в предновогоднем забеге на 5 километров по городской набережной. Российско-европейский предновогодний забег одновременно состоится сразу в нескольких городах. На сегодняшний день уже заявлены Самара, Тольятти, Ижевск, Дзержинск и Прага. Старт в 13.00 у памятников князя Григорию Засекину. Обязательные условия к забегу допускаются только участники в ярких новогодних костюмах. Саратовская область перешла в Самарский часовой поезд. Жители соседнего региона перевели стрелки на час вперед. Этому решению предшествовала долгая дискуссия. Недовольство жителей началось после перехода большей части регионов страны на постоянное зимнее время, что привело к смещению начала рассветов и закатов. Особенно острое это стало ощущаться летом. Рассвет наступал в три часа ночи. За изменением часового поезда высказалось около 70% жителей Саратовской области. Очень много было писем, обращений во все станции, и в том числе в общественную палату. И оно чем обуславливалось? Ну, в три часа уже светал, и люди как бы не понимали, что им делать. И у них, так сказать, небосы был по полной программе. Провели опрос по всей территории, значит, через наши общественные советы, через общественные палаты, через ГЛАП. Ну, то есть это долгое. Процесс длился где-то около 9 месяцев. Где-то 65-67% высказались за перевод стрелок. Теперь в одном часовом поясе Самара находятся уже 4 региона. Саратовский, Астраханский, Ульяновский и Удмуртская республика. Тем временем в Самаре на реконструкцию Ледового дворца спорта, что на улице Молотогвардейская, инвестор решил добавить денег. Какую именно сумму знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть в начале недели удерживает позиции. За один баррель марки Brent дают 55 долларов 14 центов. На валютном рынке снижение на 6 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 92 копейки. Евро 67 рублей 76 копеек. Золото стоит 2416 рублей. Серебро 33 рубля 62 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 65 рублей 86 копеек. Дороже всего продать за 62 рубля 74 копейки. Правительство России снизило прожиточные минимумы в целом по стране. Теперь он составляет 9 889 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее эта сумма была на 67 рублей больше. С 2017 года получить свидетельство о рождении, водительские права или паспорт станет на 30% дешевле. Но только если оформлять их в электронном виде через портал госуслуг. А в Самаре на реконструкцию ледового дворца спорта инвестор добавит 200 миллионов рублей, сообщает региональный Минстрой. Деньги направят на начало строительно-монтажных работ. На этом все. Удачи в делах! У вековечить память героя. В Самаре прошел день неизвестного солдата. На площади славы развернулась выставка орудий и артефактов, найденных поисковыми отрядами. В этот день каждый желающий мог записаться волонтером в экспедицию. О том, как простой солдатский котелок, может рассказать историю человеческой жизни и смерти. Репортаж Марианны Мирной. Здесь у нас представлены такие фрагменты самолета. Вот, например, это поршень с шатуном, именно с двигателя вот этого самолета, найденного нами. Также вот есть блок цилиндров. Алексей Родионов показывает части двигателя с самолета Ил-2, найденного несколько месяцев назад в районе южного города. Так силами поисковых отрядов историю Отечества могут воочию увидеть все желающие на выставке артефактов. Мы поднимали бойцов и при них, например, такие артефакты, это вот личные вещи, например, подписанный котелок. Это очень такая вот вещь, которая заслуживает внимания. То есть у бойца, видимо, не было медальона, и чтобы как-то оставить о себе память, он именно выскребал это все на котелке. Участники поискового отряда ездят по всей стране на раскопки и в день неизвестного солдата рассказывают о том, как трудно порой добываются исторические реликвии. Вся наша поездка приходилось выживать, так как первые пять дней нашей экспедиции лил дождь, а мы жили в палатках, практически ночевали на плаву, и поэтому нас это очень сильно сплотило, мы стали семьей. Среди орудий одним из самых интересных является вот это. Расскажите, пожалуйста, как он правильно называется? Самозарядный карабин СИНМНОВЭ, СКС. Расскажите, кто с ним стоит, какие действия с ним производятся и где его можно увидеть обычному человеку? Ну, обычному человеку его можно увидеть во время парада поведы 9 мая, с ними стоят линейные и рота почетного караула у различных памятников и вечного огня. Кульминация дня памяти, конечно, возложение цветов к вечному огню, чтобы каждый, даже неизвестный солдат, чувствовал, что подвиг его не забыт. Мариана Мирная, Василий Колдашов, События. Церковный праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы отметили православные воскресенья. Это один из 12 главных православных праздников, посвященный вхождению во храм трехлетней Девы Марии. У самарских мусульман тоже большой праздник. 125 лет исполнился о дне основания исторической мечети, расположенной на улице Алексея Толстого. Символ многовекового добрососедства и мирного существования народов теперь снова обретает свой облик. Сейчас идет реконструкция здания. О мечети с более чем вековой историей расскажет наш корреспондент. Мечеть на улице Алексея Толстого мусульмане называют исторической. В 1891 году она была построена на средства известного промышленника Тимирбулата Акчурина и долгое время была центром ислама в губернии. 125 лет со дне основания мечети большой праздник для мусульман, проживающих в Самаре. Мы, мусульмане, проживая совместно с людьми других верований, других наций, создавали этот город. Потому что, если посмотреть исторические справки, то участие принимали татары именно в зачинании этого города. И мы полноправно можем сказать, что мусульмане являлись городообразующим народом. В 1932 году мечеть закрыли долгие годы. Здесь располагался детский сад, а в годы Великой Отечественной войны – детский дом. В начале 2000-х здание было возвращено мусульманской общине, правительство области и городские власти поддерживают сообщество и помогают в реконструкции. Самара всегда отличалась такой высокой толерантностью, как принято сейчас говорить, или терпимостью к людям, которые исповедуют разную веру, к людям, которые являются носителем разных исторических корней, представителями разных народностей, национальностей. У нас более 100 представителей разных народностей проживают в городе, и мы гордимся тем, что никогда нашему землю не сотрясали какие-то междоусобицы и скандалы. Сейчас в исторической мечети активно ведутся восстановительные работы, чтобы она снова стала не только местом для молитвы, но и культурным центром для встреч и общений верующих. Олег Зверев, Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Медосмотр солдат в 30-е годы, столовая для заключенных. В Самарском художественном музее открылась выставка фотографий, сделанных в прошлом веке. Экспонаты привезли из столицы, многие кадры ранее никогда не публиковались. С историей, застывшей на снимках, познакомилась Алина Чемерис. «Найди себя» – жизнеутверждающее фото воспитанников пионерского лагеря в 37-м году. Это, пожалуй, один из самых впечатляющих снимков прошлого века. Рядом крестьянка с караваем в руках, испеченным специально лучшему ударнику товарищу Сталину. А этот кадр оценят любители пива. В 30-е годы покупали пенный напиток не в ларьках, а в таких стильных киосках, дизайном коих восхитились бы современные маркетологи. История без прикрас, бытовая и политическая жизнь первой половины 20-го века на снимках. Столовая в исправительной колонии, где заключенные читают газеты. Житель Чукотки с добытым на охоте медведем. Бронзовая голова Николая II, снятая с памятника после революции. Какие-то из этих фотографий мы уже знаем. Они были в газетах, в журналах опубликованы. Сталин на отдыхе, Троцкий там идет, принимает парад красноармейцев. Ну короче, какие-то из этих фотографий они уже известны. А вот какие-то я, например, видела впервые. Еще раз приобщаешься к определенным каким-то эпизодам историческим и бытовым, и картина мира, она расширяется просто в своем представлении. Исторический момент подписания пакта о ненападении Вячеславом Молотовым. Снос храма Христа Спасителя в столице. Все эти снимки Самарскому художественному музею предоставил Московский дом фотографий. Оригиналов здесь нет, только копии. Около 80 экспонатов. Организаторы уверены, фотографии родом из прошлого века могут заинтересовать любого посетителя. Увидела фотографию Калантай, я знала, кто это, но никогда ее не видела. Вот что запомнилось ярче всего. И сюда нужно приходить семьями, чтобы старшее поколение рассказало свои впечатления младшим. Поскольку я, например, сейчас здесь одна, мои родители отказались прийти, хотя, мне кажется, они бы здесь поностальгировали. Увидеть Россию на снимках первой половины прошлого века самарцы смогут до 5 февраля. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Кто из самарских баскетболистов поедет на первенство Европы, а кто уже стал чемпионом среди дзюдоистов и стрелков, расскажет наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские баскетболисты сыграют за сборную России на первенстве Европы. Стрелки ЦСКА победили на международных соревнованиях. Самарский дзюдоист выиграл всероссийские соревнования «Мемориал Юрия Зайцева». Дзюдоист Армен Товмасян завоевал золотую медаль в тяжелом весе во всероссийских соревнованиях в памяти заслуженного тренера России Юрия Зайцева. По правилам ему, как победителю турнира присвоено звание «Мастер спорта». До этого он был кандидатом. В Москву за наградами, кроме Товмасяна, ездила сборная Самарской области еще из четырех спортсменов. Это Никита Седов, Глеб Шумилов, Алико Джеладзе и Вадим Радивилов. Мастера международного класса по стрельбе Дина Дроганова и Евгения Ищенко выиграли кубок «Вальтера». В Смидерово, Сербия Дроганова показала лучший результат, стреляя из пневматической винтовки стоя. В командном зачете Ищенко добился двойного успеха. У него две золотые медали. Также в командном и еще в личном зачетах. Тренер баскетбольного клуба «Самара» Игорь Грачев и центральный нападающий Дмитрий Халдеев в составе сборной России начали подготовку к юниорскому первенству Европы. Турнир пройдет в турецком «Самсуне» с 16 по 22 декабря. Грачев, кстати, возглавил команду. Соперники «Россия» на первом этапе – Франция, Сербия и Словения. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова